Сделано в Вятке Мы отправимся на много-много лет назад, в 50-е годы 20-го столетия И решили мы поговорить о таком очень знаковом событии для нашего города О начале строительства центральной магистрали города Кирова, Октябрьского проспекта Ну ведь Октябрь, Октябрь А вы знаете, слово «Октябрь» уже перестало восприниматься как что-то революционное Вот это просто не подпитывается, что там плакаты вели Октябрь, демонстрации, все Но Октябрьский плавно перешло в такое уютное, хорошее местное название Октябрьский Осенний проспект, по которому можно гулять, смотреть на деревья Вот сегодня еще предпоследний день, завтра говорят последний А там все, уже осень вступает в свою завершающую фазу Конец золотой осени, да, вот это Прелести все меньше и меньше будет становиться на улице Все его любят, какой бы он ни был И юбилей, такой незаметный юбилей, его, наверное, тоже нельзя упустить Но вот все началось, пожалуй, даже не 62, а 65 лет назад Когда было принято решение, составлен проект застрой Октябрьского проспекта Мне удалось найти фотографии, вот раз альбом лежал у Ировских дорожников Видимо, специальная группа проехала Вот начало ей до Энсаи зафотографировала Ажды дома, ажды варпу В ту пору, в 50-е, Атерпский проспект начинался от улиц Воровского То есть дальше не было вообще проезжей части Дальше, в смысле, на юг, на юг, ниже вот туда Не было, дальше было огромное поле Называлось оно подсобное хозяйство Область полкома И, ну, вот, Слобода-Соловье И там был, в 50-е годы он еще работал Барах, небольшой ирпичный завод, где брали глину в этом же овраге И вообще овраг, вот, где между нынешним прудом и напротив оврага Там не было перемычек, где это все было огромное овражено Потому что проехать нельзя было Ну вот, и заканчивался он возле нынешних бензозаправ и у мясокомбината Вот, а дальше шло уже Филейс Эшесе Развязка, где сейчас перекресток Октябрьского и Карломаркс А дальше от Карломарса шло Филейс Эшесе, которое это и называлось Вот, в 50-е годы протяженность была 11 кварталов А по реестру числилось 4 трехэтажных И, так, 3 четырехэтажных и 4 трехэтажных дома На всем проспекту Всего-то? Всего, да, остальное занимали деревянные дома А вот можно даже посмотреть, что было из более-менее монументальных застроек Первое, это, начиная с юга, если начнем Давайте с юга Начиная с Воровского, это было Место называлось Сполье Всполье Вот, райна города, за кладбищем уже Вот, широкое такое было место глиняное Первый дом, это, наверное, был зооветеринарный техникум Это нынешний корпус в сельхозакадемии Не самый большой, а перед ним, вот, напротив останов и у ЦУМа Вот такой домик Это был зооветеринарный техникум Студенты ходили по глине, вот, по грязи Дальше идем Центрального корпуса Не было сельхозинститута Тогда еще сельхозакадемии В 1953-м построили Следующее, это здание То, что сельхозакадемия нынче Орпус А Орпус, бывший агрофа В войну там одно время размещалась Эвакуированная из Ленинграда Военно-медицинская академия Напротив, тоже был до войны еще дом построен Это дом нынешней Пятое училище В СССР Это пятое ГПТУ называлось Легендарное и знаменитое хулиганское Такое было ПТУ Вот строили его перед войной Дом союзов Дом профессиональных союзов Но потом переделали в ПТУ Причем интересно, что строили его заключенные Ну, кто еще мог строить И даже где-то находил информацию Что кругом были деревянные дома, огороды И, видимо, один Он просто с верхнего этажа Спланировал на листе фанеры Куда-то прямо вот в пусты И все, охрана даже стреляла А он потом исчез То есть это побег был? Да-да-да Вот, видимо, там Ну, это и у нас отступление Следующий дом был знаменит Зооветеринарная академия Построй И вот сейчас вот райбан Там какой-то еще Там много-много офисов Перекресток Герцена Оксепельского проспекта Да, да Территория завода моя была Это здание Зоовет института Построенное в 1913 году Вот это было Дальше мы идем перед войной Умудрились Наверное, больше получится Это вот было в местной газете Такое сообщение Перед войной построили здание Лесотехникума Это было огромное здание Причем там была арка И улица Дрелевского Она была проезжая Она планировалась Вот под этим домом Проезд на встречу А ниже тоже был дом Видимо, для преподавателя Этого лесотехникума Там не только лесотехникум Там и медшкола планировалась И все И был жилой дом На углу Московской За башень Перед ним была огромная лужа Непроезжая Судя по воспоминаниям очевидцев Вот А потом В войну Это все, конечно Вошло на территорию Института Тогда назывался он Красная армия Вот Закрытая территория Все это Закрыли забором И в итоге Дома застроили Не стал Созной проезд Улица Дрелевского Дальше идем Ну, Спаская нынешняя Ну, вот и все, наверное На север Два дома А, да Два легендарных дома Они сейчас Вот этот Деревянный барак Он такой памятник Началу строительства Артевского проспекта Назывался он Коробовский Сейчас это название Наверное Подзабыли Но В честь Начальника Ой, это был Выдающийся, видимо Начальник цеха На заводе Первого мая Деревянный барак Назывался Коробовский А следующий дом Трехэтажный Ирпичный Он назывался Арачевс И вот почему Установить не удалось Ну, может, он Напоминал Это Арачевс И строение Была у него Своя отельная С трубой Сейчас нету И последнее строение Это дом Директор Разработ Ичарушина Это вот Оргуренный дом На углу Розу Сембург Где внизу Был магазин Сейчас там По-моему Плюшки И это вот И все Больше на проспекте Ничего выдающегося Не было С севера Начиналось Богословское Кладбище Шло оно По Восточной стороне Это был Длинный Длинный Забор Но не сразу Там Все-таки В 30-е годы Да, был всплеск Застрой Да, город Все-таки Индустриализировался Вот Если так Можно сказать Да Появлялись Новые Да Пример Комбинат Он в народе Называли тогда Видимо Для рабочих Строили Строили дома В начале Где был Бензозаправ А там были Двухэтажные Барачного Типа Дома Вот И Застрой Была Гораздо Интенсивнее В северной части Потому что Уже Южнее Молодой Гвардии Практически Не было Домов И к тому же Они были По улице Гласистной Это не совсем Октябрьский проспект Это будущее Октябрьский проезд Вся восточная Восточная сторона Она и сейчас осталась Я прошелся сейчас Конечно Деревянных домов Уже Нету Некоторые Свежевыстроенные Здания Они числятся По Октябрьскому проезду И вот Идем мимо Эти Бараков Потом Огром Забором Закрытое Было Богословское Кладбище Вот Примерно До улицы Энгельса Нынешние Преображенцы Тоже были Там и Двухэтажные Одноэтажные Дома Вот Называлось Это место От Московской Эденгельса До революции Солдац И огороды Потому что Видимо Улица Захватаева Она была Лагерной И там были Летом Палаточные Городы И для Солдат Весского Гарнизона И вот Видимо Для пропитания Вот эти Солдац И огороды Но это все Застраивалось Потом была Земская больница Вот Дальше Все это Сады И узень Торцовая Мостовая Проходила Она Ближе Восточной Части Ну вот Две машины Разъехаться Наверное Могли Вот Конечно У города Не было Главной Магистрали Город Развивался В войну Появилось Множество Заводов Эвакуированные Там Сотни Тысяч Работчик Жили В Бара И были Военного Времени Они были Насыпные И шла Издоса Шла За эти годы Он весь Видимо Уплотнился Осыпался Бара И были Ледяные Волосы Примерзали По душам Ну Все эти ужасы Уже Описаны На человек Где-то Начало 55-го Года Приходилось 4,5 метра Жилплощади То есть Был огромный Жилищный Кризис Надо было Выходить Первое Это надо было Преодолеть Жилищный Кризис Второе Все Город Менял Лицо Мало Нельзя Было Что-то Снести А в основном До этого Времени Сносили Церкви Там что-то Ну Был построен Трамтеатр Там гостиница Это понятно Но Надо было Показать Лицо Социализма Что у нас Вот самое интересное Когда начали Я подумал Когда начали строить Октябрь И проспект Если бы в 55-м году Был бы интернет Наверное Сейчас Властям Не пришлось бы Объясняться И оправдываться За свои действия Потому что Все понимали Весь город Находился В такой эйфории Что это Грандиозные Перемены Застрой Отлованы Очень быстро Дома возводили И если бы Даже вот были И это Комментарии Обсуждения Несмотря на Весь режим То Просто все понимали Что это надо А сейчас Что вот Улицу Заасфальтировали А чего Нам Благодарность Не говорите Ну Это естественно Держать улицу В приличном состоянии То что Заасфальтировали Это норма А не подвиг А тогда Конечно Все ждали Причем Масса народу Получила квартиры Хоть и в коммуналках Но Уже из подвалов И этих барах Были люди И рабочие В основном Конечно Вывезены Вот И конечно Проект был составлен Вот Поначалу А вот еще Отепский проспект Это наверное Единственная улица В городе Которая Пять раз Меняла свое название Так Вот На старых артах Еще Это был Санкт-Петербург И бульвар Но это конечно В северной части Своей Потом Это называлось Краснопитерс И бульвар Бульвар Вот Я там был Бульвар Бульвара не было На Ленинград А чем это связано Почему именно Почему именно Такие названия Трудно сказать Люди как-то были связаны С Петербургом Потом Краснопитерс И переименовали В Ленинград И бульвар Ты вспомнили Наверное Что он не Питер А Ленинград Это с годами С годами Вот менялся Видимо Там Краснопитер Стал Ленинград И потом Переименовали В улицу Атябрьскую И только В 65-м году Стала Атябрьская Или в 64-м Атябрьская Проспект Когда уже Все это Стало вырисовываться Ну вот Поначалу Конечно Все Выглядело Не так Вот Были Генпланы И проеты Что центральная улица Это улица Горького Будет Горького Горького Все И ужали Но обычно Во всех Городах Обычно Центральные улицы Они выходят Прямиком На зал И вот Улица Горького Будущая Она подходила Вроде бы Ближе А тут были Застройки Еще по проекту Чарушина Архитектора Чарушина Планировалось Превратить Превратить Латбища В пар И Богослов В 1937 году Превратить В огромный Пар Или В рынок И Артыр Соответственно Мы уже говорили Ботанического сада Который бы Занимал Огромное Пространство Это все И в споле И Подсобное хозяйство Область Все это Пространство Территорию На которой Областная больница Находится Это все Под ботаническим Ну вот это все Конечно ужали А потом Видимо решили Что что-то Для Ирова Слишком будет Сложно Пробиваться До улицы Горьева Поэтому ограничили Улицы Октябрь И вот она Стала выходить На зал Не прямо С загибом Через Комсомоль Ну это Дай бог с ним Что сделано То сделано Конечно Первый проект Ты вот смотришь Был такой Архитектр Не это Злов Который В принципе Разрабатывал Первые дома Первые дома Были Построенные 46 48 Ну в общем От улицы Чехова До Розы Зимбур Вот это были Первые дома Вот в это время Там Выглядело Конечно Марсианс То есть это район Танка Современный Да Да Это примерно Марсианс Местность То есть огромные Это были Терриконы Земли Навезены Прямо Вот горы Малый Уральский Хребет Скорее всего Землю Не только под застрой Завозили А перед войной Пытались строить Трамвайные пути Вот И Ну мы уже говорили Что Вместо трамвая Был пущен паровоз С четырьмя вагонами Возил рабочих Вот Разворота На Перерест С Розой Симбур И до Филей Вот А дальше тоже Видимо Землю готовили Для трамвайной Линии Вот было 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 Все это Отсыпано Вот А кроме того Еще Войну Планировали Вот Если Немножко Еще Становиться На трамвая А где нынче Авиационный техник Он-то с угла Розой Симбур Вот На самом углу Была построена Подстанция Электрическая Для питания Трамвайной сети Рядом был построен Двухэтажный дом Для Работников Будущего Трамвайного депо Потом это снесли Сейчас Авиационный Его называют Авиационный В народе техник А дальше Была Зона В общем Тюремная зона Вот У загородного сада До 55 года Были вышки Луча проволок Забор И вот Заключенные Ну Там и немцы Были военнопленные Ниже вот Этой улицы Захватаю Сахарный склад Так называемый Ну вот Конечно Были Мобилизованы Если бы не Заводы Уированные В Иров А первоначальный Вариант Был бы Эти заводы Отправить в Отельнич Потому что Отельнич Он более Рубный транспортный Узел И Железнодорожный Узел Но почему-то Ну и как-никак Поближе К столицам Правили Именно в Киров Вот это и дело Вот если представить Не было бы заводов Сейчас бы Иров был бы Вашингтон Такой маленький Компактный Столица Вот Вологда Небольшая Череповец Индустриальный Вологод Области Был бы огромный Индустриальный Город Отельнич Где бы были Вот Отябс И проспект Отельнич Заводы Все эти Дома Ультур И прочее Ну не знаю Что случилось Что случилось Может Лучшему Вот Конечно Строили предприятия Ну вот Начал Машстройзавод Вот эту часть Застраивать Вот по проектору Того же Идой Злого Дома были Построены Первые Еще В 1956 Году Эти сдали Дома Уже Строили Очень быстро Потому что Не сносили Хитро Очень поступили Можно было И жире строить Сносить Улицу Глазисную Ее не сносили Оставили Такой проезд Застраивали Чуточку Восточнее Красная Линия Была И при этом Прокопали Огромный Отлован Посредине И прокладывали Трубы Трубы Отмечу Что трубы Были Водопроводные Эммуникации Связи Потому что Трубы Теплоснабжения Еще не делали Еще и ТЭЦ-Т4 Не существовало Централизованного Отопления Пока еще О нем не думали Локальным сетям Заводов Либо Своей котельной Вот еще Старожилы Кому там 50 плюс-минус Помнят Что во многих Многих домах Были в подвале Котельная Была Огромная труба Которая росла Из асфальта Это было Великое несчастье Если ты живешь У тебя окна во дворе Перед тобой И перед тобой Труба Горячущая Дымящая труба И грязный двор Потому что Уголь И все прочее Вот поэтому Это было Конечно Счастье Выселение Народа Из бараков Хотя Всем все равно Не хватило К тому же Была некая очередь Люди все равно Ждали Все равно Кто-то были Ровнее других Вот в каждом доме Был свой подъезд Или там Часть дома Для ИТР Это уже И квартиры полностью И коммунал И все остальное Вот даже дом Строила ИРФ Энерго Это дом номер 84 Напротив сельхоз Октябрьский 84 Гастроном в подвале Он раньше был 32-й гастроном Вот Там один подъезд С северной стороны Был для ИТР Вот Ну я заходил Не поверил Там даже Были коври И был столик И сидел Онсьерж Или онсьерж Вот это был Для дирекции Для ИТР Остальные Это конечно Были коммунал И коммунал И коммунал Вот так Вот лихо Начали застраивать Застраивали в эпоху Неиты Сергеевича Хрущева Об этом и писали И восторженно там И восторженные статьи Восторженность В чем заключалась? В газете местной Что ура ура Город Что такими быстрыми темпами Возводятся Проклятое там Царское наследие Эти старые Гнилушки Мы сносим А просторные Светлые дома И ну Обычный Научно-технический прогресс Конечно Политизировали Была речь Что вот негодяи Там Смута Ой это Или там Завод Ой это Отстает И Не делает Что-то там Арматуру Поэтому Или там Не асфальтируют съезды Вот интересно Когда проспект Асфальтировали То сверху Из домов Все улицы Которые Отходили Они еще были Девственно Глиняные Это и типичные Вяц И улицы Вот я например Долго наблюдал На улицу Маклина Которую В 70-е годы Заасфальтировали Она была И остальные Там Ну Московская Центральная Еще А Энгельса Даже вот дальше Не говоря уже О более северных улицах Это конечно было А кстати Как асфальтирование Октябрьского проспекта Проходило Оно параллельно Со строительством домов Да сразу же Или Сразу же Да Сразу же Асфальтировали Но ведь не на всю ширину Вот например В северной части Была заасфальтирована Почему-то Западная часть Узень Полоса была А остальное Все До Там несколько лет Наверное Еще жили без комфорта В этих домах Но там же были И двори И вот эти И заборчи Которая Сейчас еще Часть сохранилась Вот в этих домах А дом Где тоже гастроном На углу Розу Симбур Вот где Первомайз Гастроном А там Рядом еще Была на первом этаже Парикмахерс И вот в 56-м году Еще люди Которые Могли стричься Бриться В парикмахерс Они наблюдали Этот паровозик Паровозик туда И там чух-чух-чух Разворачивался Людей везет на работу На этом Да И вот так И был такой Огромный подъем Всенародный Да Чьими силами Силами Многих организаций Просто город Город бы С силами Их-то СМУ ДРСУ И все Он бы не справился Это были Во-первых Огромные народные Субботники То есть выходили Целые предприятия Особенно Это сказалось Когда уже В принципе Проспект был намечен Проложен Вот И Необходимо было Его благоустраивать То есть там Выходили И школьники И вот школа номер 37 Там полностью Сажали деревья Выходили там И это вот И ПТУ И А 37-й От какого года постройки Она 59-й Там интересно Что на этом месте Были деревянные доми А на месте самой школы 37-й был дом Держил Многодетный священник Ну и этому священнику Поначалу Обещали Ну мы тебя снесем Квартиру дадим В доме номер 78 На углу Спаская Нет Это на углу Молодой гвардии А Понял Молодая гвардия Себский проспект Следующий дом Сар И следующий Спорттовары И вот Обещали его Переселить туда Ну видимо Вот эти Хрущевские гонения Все такое Политика И Мне очевидец Рассказывал Что вызвали Учительницу Видимо Какую-то Мать-одиночку И срочно-срочно Квартиру Которую попу Хотели дать Ей Даже не было Видимо Лючей Еще ей Срочно туда Въехать И заселиться И у нее сын Еще был Совсем Видимо Ребен И он У этой лестницы На второй этаж Туда лез Чтобы изнутри Открыть И чтобы Заехать А до этого Попа Дили неизвестно Историю умолчивает Еще была Конечно Ирха Но это отдельная тема Раз она посреди Нынешней молодой гвардии Стояла Ирха Ирха Это лютеранс ЦРФ Она была Немецкое слово Ирхи Да Она была Конечно Давно уже не Ирха Она была В начале В 20-е годы Начлежкой Для бездомных Тогдашних Там и прочих А последние годы Она была баней Для рабочих завода Моя Снесли ее В 56-м году Вот Когда построили Вот это дом О котором мы говорили Отец 78 И чуть Севернее На перерест Из Герцена Была знаменитая Известная По многим фотографиям Которая Через Весь город Что От Зала Что от Мясоэмбината Просматривалась Была огромная Водонапорная башня Перекресток Октябрьского И Герцена Прямо посреди Она росла Посреди Нынешнего бульвара Прямо вот По центру Ее взорвали Взорвали В 56-м Тоже году Вот Ну Естественно Не диверсанты взорвали Нет Взорвали Убрали Потому что Надо было Чтобы дальше Планом следовать Этому Проекту Строительства Октябрьского Проспекта Было много Интересных вещей Вот за домом 74 Была метеостанция До того Ее отправили На улицу Сури Воде Вот зонды И шары Набивали Это где Спорттовар Знаменитый Сар А вот рядышком Да Ну вот Это Им образом Вот Благодаря усилиям Всего города Стал Преображаться Конечно Первые Были еще Малень И малень Деревья Вот На ранних фотографиях Смотрим Меч И движения Никакого То есть Можно было И посидеть Да и парочек Сидели Это все до 80-х Сохранялось Годов Вот А Кстати Да А потом Как-то Вот Постепенно Видимо Нарастало Движение И убавляли Вот Первый Со стороны Зала Вот Бульвар Который А сейчас Напротив Ирских Товаров Он Раньше Тоже Был В принципе Прохожий Тоже С А сейчас Он засажен Там В конце 70-х Почему-то Там Убрали С Эмей И Просто Сделали Газон Такой Постепенно Появлялись Лумбы Вот Все Это Ухаживалось Обустраивалось А Кстати Вот этим Знаменитым Яблоням В районе Памятника Кирова Сколько Им лет Ну В 60-е Годы Они посажены Были А памятник Ирова Конечно Его не было Вот Его хотели Ставить И в других Местах В том числе И на театральной Площади Был проект Место фонтана Даже Но там Счастью поздно Сделали В 67-м году Украсили памятник С одной стороны Ирова Открытие Я превосходно Помню Это было 7-го ноября И со стороны Северной Украсили Вот тоже Ировчане Фронту Почему-то Поставили Танк Т-34 Хотя К нашему Городу Т-34 Имеют Довольно Освенное Отношение Логичнее Было бы Поставить Этюшу Вот На базе ЗИС-5 ЗИС-6 Двухосный ЗИС-6 Либо Хотя бы Там Более Древний УНБТ Или Т-27 Вот Которые Ремонтировали На 1 мая Давайте Сейчас Делаем Небольшую Паузу Мы сегодня Говорим Об истории Октябрьского Проспекта В программе Сделаны Велки И наш гость Музея Вятского Госуниверситета Традиционная реклама Очень скоро Продолжим Сейчас С Евгением Альбертовичем В перерыве Мы вспомнили Эту инициативу О том Что Октябрьский Проспект Нужно Расширять За счет Сужения Бульварной части Идея Это Не новая Далеко Звучала Впервые Еще много Много Лет назад Да Мне довелось Работать В одной известной Вязкой газете В 90-е годы И вот у нас Тогда практически И была война С тогдашней Горадминистрацией Которые Запланировали Вырубить Октябрьский Проспект Один ряд Деревьев Сузить Прохожую часть До метра Или до полутора метров Сейчас не помню И расширить Проезжую часть Вот Оттуда Даже Видимо Большая часть Работников В мэрии Скорее всего Это был проект По распилу А не По Расширению Изменению Видимо Работники и мэрии Слили нам информацию О том Что готовится Вот Это проект Вот Мы сделали Запрос Оттуда Это поступило Невнятное мычание Что вроде бы да Вроде бы нет Тем не менее Пришлось развить Бурную деятельность Тут же Мы поехали В ГИБДД Это было 20 лет назад Я уточнил Тогда силовые органы Они все-таки были другие Они нам выдали справку Что у них Нет претензий Ширине Проспекта А проб И заторы Образуется Только зимой Когда Проспект Плохо убирается И Трехрядное движение Превращается В двухрядное Вот если бы убирали Сугробы В однорядное В однорядное Там есть машины Перепоркованные Вот Вот это справка И потом Мы нашли Все советы ветеранов И завод До первого мая И Стильные фабрики Там очень активная Была Председатель совета ветеранов И все-все-все Подняли на дыбы У чужителей Да и молодых И вот прочих Которые сами Строили этот проспект Которые его Обустраивали И поднялась Волна Что моментом Все пошли на попятные И слава богу Вот этот Не состоялся Но было бы безумие Вот представьте Вот в Москве Проб И при всех Тех проблемах Московских Никому в голову Не приходит Вырубить Знаменитый Гоголюс и бульвар Который очень похож На Наш Бульвар И сейчас Кто-то Кто-то попытался Сделать То еще Живые ветераны И все Стояли у истоков Этого проспекта То снова Поднимется волна И город Сумеет Защитить Свою главную улицу Давайте по октябрьскому Пройдем Пройдемся еще Вода маяка Вот То есть все Весь проект Это был Внешность Соответствующая Это не школа Это дом культуры Но с учетом Застрой И района С учетом Застрой И проспекта Уже в последние Буквально моменты Был проект Переделан И сделана школа Вот Которая начала Работать в 59 Году Вот она Своей Ну конечно Вот представьте Был бы И вы были ее учеником Был бы типовой Проект школы Типа там 57 Или 58 Было бы скучно В речне Он украшает проспект И было бы несправедливо Отметить Хрущев Вот Сталин И понятно Начали по проекту Злова Опять же Строить Кстати В строительстве проспекта Принимали участие Многие Выпуск И Тордашнего Политехнического Института Кировского Политехнического Университета Выпуск И факультета Промышленного Гражданского Строительства Считался Очень престижным Вот Ну и Да Еще до Хрущева Все это было В эпоху Хрущева Но Конечно Начали-то Очень браво Все делать Но потом Спохватились Вот К примеру Проект был Главного корпуса Сельхозинститута Там был и порт И шпили И все И башни И навороты И лепнина И все прочее И Вышло постановление Об удешевлении Жилья Ликвидации Всех излишеств Поэтому Вместо Вот На ВДН Хаут И это Павильоны Быстро-быстро Изменили И Подправили И сделали Но это еще Не все Самое забавное Что вот Тот же дом Где гастроном Напротив Сельхозинститута Там Иногда Со двора Можно видеть Что есть Окна И болонные двери А болонов Нету Это тоже Надо было сдать Надо было Максимально Удешевить Вот этот Эту Сталин Вот Строительство И поэтому Хотя были уже Сделаны выходы А выходить Некуда Причина в том Что И конечно Первое Хрущев И вот Нотябс Эмпроспект Вот начали Застраивать Это дома 86 88 Опять же Там Была Отельная Тогда Не считались Затратами Технологии Строительства Были еще Очень Несовершенные Например Если Были в Сталинских Домах Зачастую Деревянные Перекрытия То Здесь Бетонные Делали Не было же Бетонных Плит Вот Чтобы на весь Дом Строили Один этаж Потом Ставили Бревна С таймя Делали Ополубку То есть Из дос Бэтаж Наваривали Арматуру Заливали Бетоном Строили Еще один Этаж И всю Эту фигню Перетаскивали На следующий Этаж Ставили Опять Торчмя Столбы Делали Делали А да Себестоимость Но тогда Строили Не для того Чтобы получать Прибыль А для того Чтобы людям Было где жить Вот Хрущев Конечно Уже Жилось Комфортнее После Бараков И подвалов И деревянных Их-то Перенаселенных Домов Потому что Сталин Были Мунал И расселили Их В 80-е годы Последние А где-то Еще остались Вот До сих пор Вот я Недавно был Знаменитый Вяз Фотограф 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 Да В доме 48 Раз Мунал Мунал Еще Да полно Их осталось А тут Люди Просто Обезумели От счастья Поэтому Вот Ну Все повторяется Сейчас Хорошие Элитные Дома Где Клумбы Где Ухоженные То же самое Было И во дворах Хрущева То есть Полисаднич И сами Строили Разбивали Клумбы Деревья Высаживали В нашем доме Жила художница Инна Широкова Знаменитая Легендарная Вот она Расписывала Веранды Там был Помню На веранде Лобо Там на носу Лисы Это Азачный лес Что-то Еще такое То есть Любили Но И люди Они стареют И поэтому Вот Бывшие Где Табунами бегали Дети Где зимой Строили гор Сейчас превратились В банальные Замусоренные Территории Заставленные Автомобили Занимают 80% Территории Хотя Хотя Есть энтузиасты В том же 86 доме Кто не был Загляните Посмотрите Одна из старожилов Этого дома Практически Вот сейчас Пенсионер Она обустроила Очень интересный Такой двор Двор пар Гибридный Есть традиции Ну и пойдем Немного времени Правда Последние Штрихами Пройдем Кварталы Уже начали Застраивать До 60-х Годы Знаменитый Долгострой Это цирк Я пошел В первый Лас Цирк Уже начали Это 65-й год Его уже начали Строить Мы на лыжах Бегали Еще Я закончил школу И ушел в армию И тогда я был в армии В 77-м году Это цирк Пришла весть Что цирк Цирк Это долгострой Потом же Залили Уже в 70-е годы Был просто овраг Ручей Слобода Соловьи И бабы Белье полоскали В этом ручье Залили Вот этот водоем Начали Селемаш По-моему Занимался Там в том числе Да тут трудно Город субботниками Потом отдельная история Отдельная детективная история Да тайно строили Очистными сооружениями И прочую тайно Выстроили Диаром Это мы отдельно выступим Ну конечно Гостиница Вятка Которую на мой взгляд Сейчас испортили Которая была Законченным ансамблем Смотрелась На Спортили вы имеете ввиду Фасад Изменили полностью И фасад И вот была Игрушка Дымковская Встречала всех Дымковская барышня Ну вот мы к чему привыкли А теперь я Ну лесо обозрение Вот на мой взгляд Едешь ночью И вот эти Эбин И это все Красиво конечно Светящееся Но там Получается Видимо Дальше на Хилтоне Идет реклама Расная полоса И она Стрел часов И поэтому На мой взгляд Вообще было бы Супер классно Если бы Эти Джедайс и мечи Вот и Призрачные Световые И вот через это Лесо две стрел И бы Расную и зеленую Которые бы Показывали время Вот так Въезжаешь Со стороны Залы И смотришь Ага Полдесятого Этих Хотя бы Но не знаю Это так Интересный Пожелание Момент Ну а ниже Конечно Югу проспекта Был Узень И вот в итоге Это я даже не представлю Отсыпали Перешей Между Оврагами Вот запустили В 64-м году Троллейбус Тройку До сих пор Он ходит Вот Ну застроили И дальше Имел имя Хрущев Именно против Солуевского И вот до дома Радио А дальше Шанхай Шанхай Это был по обе стороны Вот Интересные фотографии Кстати В принципе Был Узень Но вот я не помню Где он был Уз И что было дальше И вот в 70-е годы Расширили у дома Радио Он сейчас вот Где Парков А посредине Вот этот огромный Во всю ширину А там был Говорят Уз И вот есть фотографии Опять все перерыли И что-то там расширяли Но Честно говоря Вот и не помню Помню только Что с одной стороны Был Шанхай Вот где Территория ЖД больницы Вот эти все Перекресток Сази На акции Железнодорожной Это ой живописнейший Шанхай Но Топа старше Помнит Что точно Это ой же Шанхай Выходило все это Вот так же Ничего не поменялось На площадь На Комсомольскую Вот этим И заканчивался А вместо Вот этого Товары для детей Там Зарвал потом Снесенный Этот Шанхай Такой был Россиевый Россиевый Такой рекламный Вот большой Щит Который тянулся Почти на квартал Там Но он менялся В зависимости Решения Там Подсъезд От конъюнктуры Менялся Что там Что-то такое Ну вот Вот 65 лет Это конечно 62 даже Ну сначала Проект Да сначала Проект 65 лет То есть для Проспекта Масштаба города Это совсем юный Возраст Вот я думаю Что Ничего с Нашим Хотя бы В нашей жизни Ничего страшного Хотя С этим Проспектом Не произойдет Вот До До сих пор Еще это Приятные Там Фишки Бывают Типа Аллеи Блогеров Но это Забывается Быстро Что-то есть Меч Аллея Предприятий Там еще Думаю Что всегда Когда не Слишком Холодно Можно Пройти И прогуляться И Вот Вспомнить С чего Начиналось Собственно Все это Происходило Спасибо Спасибо Евгений Питунин Историк Краевета Руководитель Музея Вятского Госуниверситета По истории Октябрьского Проспекта Центральной Магистрали Нашего города Мы сегодня Прошлись Будем продолжать Безусловно Вспоминать По всем улицам И остальным Можно пройтись Конечно Безусловно На этом Передача Сделанной Ветки Сегодня заканчивается Всего доброго До свидания Сделано Ветки